всем привет это новое видео моей поездки в польше сейчас я нахожусь в хостеле в варшаве в этом видео я стала в 3.30 утра чтобы успеть на самолет пользуясь тем что в такое время в туалете и души никого нет я могу вам их показать а а а а а и а а Вот так вот выглядит вход в хостел. Мне сказали, что у нас вот тут центральная дверь, она всегда открыта. А я вошла в другую, там где есть номер дома. Тут не указано, что это хостел, не указано название. Ну короче, вообще непонятно, как я могла сюда заходить. Я зашла там сбоку, оказалось я зашла с черного входа, там где есть звоночек и написан номер дома. Вот Макдональдс наш, уже светает. Сейчас 4.20 утра. Вот, и карты мне показывают, что мне идти 43 минуты. И в принципе я в 5 должна быть в аэропорту. А в 5.10 начинается регистрация. Ну я с запасом так брала, чтобы если не туда повернуто, можно было пойти. Тут я не понимаю, то есть это была дорога, не дорога. Ой, как хорошо. Тут уже такой луна еще в небе есть. Да, фонари еще горят. Уже начинается новый день. Вот очень свежо и прохладно, конечно. Фон ухала. Ну если бы я еще с собой кофту носила, мне бы вообще тяжело было. Да, еще очень главная рекомендация. Берите с собой лейкопластырь. Вот я растерла ногу. Вчера. И с радостью вспомнила, что у меня в кошельке лежит лейкопластырь, который я перед поездкой смотрела. Я его уже 3 месяца с собой ношу. Ну не 3, ну хотя может быть и 3 я его давно ношу. Ну наверное вот как начался летний сезон, я его переложила в кошелек. Он уже порвался, у него бумажечка вся вот эта вот наружная. И этот лейкопластырь я все перекладываю. Я думаю, может его выкину. Я за все это время ни разу не натерла ногу. Наверное мне лейкопластырь не нужен. Но потом я решила его ставить на всякий случай. Вдруг кому-то пригодится. И таки да. Мне он пригодился. Вот такие кусты какие-то. Как не видно, они какие-то красноватые. Ой, свежо. По идее мне надо идти вот так вот все время прямо-прямо. Ну вот даже по этой дороге она немножко будет извиваться. А потом свернуть. Ну и потом с ней же и свернуть там где-то на каком-то перекрестке. Аэропорт должен быть справа вот тут вот. В общем, ну что-то самолеты пока еще не летают активно. Кстати, ночью не сильно уже часто. Где-то до 12 летали, а потом то ли я крепко уснула. Ну, крайне редко. Я бы не сказала, что прям такой движ каждый 20 минут отправляются на 3.10. Может быть прилет. Она вообще не слышна была. Вырубалась я. С одной стороны спала плохо. Ой, сон какой-то странный снился. Но уже... Сейчас уже не вспомню. Полчаса назад встала и уже не вспомнила. О, сейчас покажу, как я выгляжу. Да, тоже показала перед ней. Ой. Вот так вот я уже выгляжу. Я прочесалась, умылась. Покушала даже. Ммм, да. Свяжу, свяжу, свяжу. Я не знаю, в хостелах принято или не принято сдавать свою постель. Когда заселяют, тебе выдают постель. Принято сдавать или нет. Но я, короче, ее собрала. Спустилась с постелью вниз. В доме никого нет. Короче, девочка, которая на рецепт шеет, где-то спит. Поэтому я там на входе... Там где-то рядом с входом была надельная доска. Я туда приткнула свою... Ну, короче, разберутся. Бегать ее, искать сейчас как-то не входило в мои планы. Ой, вот такие вот здания тут. Тут Porsche вон. Короче, автоцентра. Машин мало, людей мало. Все, как я люблю сейчас. За что я люблю утро? Ночью, чтобы дождаться этого... Ну, я не знаю, сколько, наверное, дождаться утра, да? Потому что ночью все тусят, тусят, тусят. О, сейчас, наверное, я тут перейду. Вот пешеходная зеброчка. Я сейчас, наверное, перейду. О, автобусе, он скорее всего ест к автовокзалу. Ну, я не буду на нем ехать. У меня полно времени. Пока что еще полно сил. Ногу растертую я заклеила. Поэтому можно идти. Вон, салон Porsche. Мерседес и Аути. Прекрасно. Вот ты можешь выбрать, либо поехать на таком прекрасном автомобиле, либо полететь на самолете. Тут что-то уже, может быть, даже тут аэропортовская уже началась. Что за колючей проволокой? Короче, пока не вижу тут ничего интересного. Бреду и выключаю камеру. Уже появился указатель, что вот направо терминал общей авиации, да? Так, короче, уже где-то в этих краях, вон, тоже указатель терминал общей авиации и направо. Так это что, мне уже сейчас направо поворачивать? А мне казалось, дальше надо. Сейчас, короче, буду включать. Вот видите, терминал. Ну, General, это ж общая. Хотя... Вот везде-то, конечно, непонятно, куда идти. Я, наверное, пойду как-то по автобусам. Сейчас еще карту посмотрю. А, ну, хотя вот эти вот, вот, направо тоже. Это, я так понимаю, для машин указания. И вот тут вот уже направо, вот тут вот. И, возможно, это тот поворот, который я и смотрела направо. Сейчас я сверю с карты. Короче, нет. Это оказалось не то, что я думала. Ну, показывает, что здесь есть вот этот терминал General Aviation. И он очень рядом. А есть другие какие-то терминалы. Но, помню, как я пришла не в тот, мы приехали не в тот терминал в Борисполе. То я подозреваю, возможно, лоукосты летают отсюда. И, ну, получается, мне туда далеко идти. А к этому гораздо ближе подойти, то я решила подойти к этому на справке спросить и уточнить. Ну, вон, кстати, я вижу самолет Визаеровский стоит. То, возможно, я правильно сделала, что свернула. А, может быть, это просто уже все территория аэропорта. И мне нужно будет перейти дальше. Ну, мне показывает, что еще где-то полчаса надо идти. Ну, обходить всю вот эту вот территорию, чтобы зайти там с правильного стороны. Ну, короче, сейчас я тут поищу General Aviation. Если что, покажу. Ну, хвост Визаеровский я вижу вон там. Хоть бери через этот... Через забор лезь к самолету. Ладно, шучу. Ну, короче, да, еще надо дальше еще идти. Для этой General вот указатели тут везде. Ну, типа, вот это главное. И там потом через парковочку надо будет пройти. Ну, судя по тому, что там самолет стоит вот там вот. Где-то вот там вот этот терминал. А терминал, в который я собиралась идти, он вот там вот аш-аш-аш подальше. То я подозреваю, что все-таки возможно правильно, что у меня щелкнуло, что свернуло, и я не пошла по намеченному плану. Потому что если бы я ходила туда-обратно, это я бы потеряла еще больше времени. И могла бы не успеть. Ну, или три километра туда-три обратно, да. Посмотрим, тут одна машинка сюда поехала. Ну, тут вообще движника нету. Ну, хотя, в принципе, если в 5.10 все только начинается, а я сюда пришла за 15 минут, потому что я рассчитывала идти дальше, то, в принципе, нормально, что еще 40 минут. Вот, ага, вон терминал General Aviation подписано. Сейчас найдем, где можно перейти. И найдем там справочку, спросим. О, хоть машинка появилась тут. Так, куда людям идти? Ну, пешеходный переходик есть и дальше. Куда двигают люди по парковке в хаотическом порядке? Что-то непонятно. Так, здесь начинается сеточка синяя. Вот эта сетка, она так плохо заметна. Наверное, тут проходим, петра. Человек приехал в аэропорт. Оп! У меня стаканчик побоцало. Все, переходим через парковку. Сейчас посмотрим, может быть, где-то визер хоть будет написано. На стойках регистрации или еще. General Aviation. Что такое вообще General Aviation? Ну, общая авиация, как для меня. А как должно быть написано? Не знаю. Короче, вот. Терминал General Aviation. Возможно, нам сюда. Варшавский аэропорт, Терминал. Откуда мне надо ехать, я не знаю. Сейчас зайдем искать, спрашивают. Ну, там я не буду идти, что-то может никто не знаю. Любит, не любит, как они потом посмотрят по обстановке. Да, я там зашла, там перекрестнутый фотоаппарат перечеркнутый. Фотографировать снимать нельзя. Здесь не знаю, можно ли снимать. Короче, пойду узнавать, потому что там никого нету. Все-таки, мне кажется, наверное, я не туда пришла. Все-таки пришла не туда. General Aviation. Это все-таки не для всех обеишн. Хотя, вон, хвост самолета Viser я вижу. Но вышел в итоге охранник, потому что вообще никого не было. Там такое, ну, и знаете, там как-то все не похоже, что для массового народа, для лоукоста. То есть, там в том терминале как-то все так, я не знаю, может быть, там какие-то тепломодические, что-то, но там так все цивильненько написано. Ну, и мало места. Не похоже, что как для большого количества людей. Ну, там, welcome, там всякое такое есть написано. Но, там пошла искать людей. А все люди там, там еще чуть дальше было, как почтовое отделение там, ну, или грузовое отделение, не знаю. Там все так трудятся, все ездят на этих грузоотприятиях, как они, перевозчиках, вот эти маленькие машинки, кара. Так, возвращаемся на нашу дорогу, и будем идти дали-дали, как сказал мне охранник. Не-е-е, он долго не мог понять, ну, вы же понимаете, мой уровень польского и уровень английского чуть получше, но я даже не пытаюсь. Это уже когда совсем. В общем, да, поэтому я стояла и повторяю, визеер, визеер, визеер. Как я еще не начала показывать самолет, я не знаю. Он сначала не понимал долго. Может быть, работник не парится вообще, какие самолеты там летают. Зачем оно ему надо? Вот это я увидела хвост и начала. Визеер, визеер. Может быть, надо было доставать посадочные талоны, показывать. Ну, короче, я стояла, повторяла, визеер, визеер. Потом сказала, улететь. Он все равно сделал вид, что не понял или не понял реально. А потом сказала, а, то дали-дали-дали. Ну, я уже, в принципе, видя его недоумение, уже понимала, что, скорее всего, дали-дали-дали. И он мне начал рассказывать, куда. Я сказала, thank you. И почапала, потому что, куда я знаю. И я просто проверила вариант, чтобы мне не пришлось опять из терминала в терминал бегать, когда этот терминал гораздо ближе. Да, вот я за три минуты, получается, вернулась. Ой, какие березки красивые. Я за три минуты вернулась. Получается, на круг я потратила, по сути, туда-обратно. Там поискала 10 минут. Зато я теперь буду идти спокойная. Что? А то бы я все шла еще. Все ближайшие полчаса думала, а вдруг я не туда иду. Но я все равно буду думать, вдруг этот дядя тоже не до конца дополнил меня. Но я сделала все возможное. Ну и обычный мир меня нормально так ведет, подсказывает. Поэтому я думаю, что все-таки, если бы это было там, то я бы встретила кого-то, кто бы мне рассказал об этом. Ну, хвост самолета я видела там. Ну, наверное, это там, может, еще служебно. Ну, General, это общее на английском, насколько хватает моих познаний английского. General Aviation, общая авиация. Ну, короче. Ну, вот меня смущало это слово, потому что общая авиация, это общая авиация. В моем понимании, обычные самолеты, которые летают, это не общая авиация, а там гражданская, ну, или какая-то такая. А General все-таки это немножко из другой степи. Вот это вот меня смущало. Несмотря на то, что общая, вроде бы, как для всех. Так, у меня красный свет. Все, я, короче, переключусь, буду показывать вам окрестности. Не знаю, может, тут надо нажимать. Надо, не надо? О, да, чекай. Так и надо. А то бы я еще долго здесь стояла. Вот такое здание интересное, красивенькое. Еще начинает плечо полететь в сумки. Ой, зеленый. Пойдемте. Так прикольно идти, никого вообще нету. Изредка машинки, птички есть. Ты же прям думаешь, неужели я в крупном городе. Еще и возле аэропорта. Мне казалось, что тут должна быть пусня везде. И что будет понятно. Чем больше людей, тем ближе мы приближаемся к аэропорту. Но пока что тут на это не похоже. Ну, вот тут вот уже пошло все за заборчиком. Ну, короче, пока выключусь, потому что тут ничего интересного тоже нет. Вот это единственное здание, которое прикольное. Ну, тут он начинается в лот. Да, это польский лоукост, по-моему, насколько я знаю. Он в Киев, я не знаю, летает или нет. Надо посмотреть по Украине. Вот, это его, судя по всему, административное здание. Идем дальше. Вот, машиночка одна едет одинокая. И, как всегда, везде велодорожки. Да, реально, везде велодорожки, что понимаешь, что зачем ходить пешком, когда можно сесть и спокойно ехать по велодорожкам. Не так, как у нас по дороге, или сбивая пешеходов. Можно реально классно мчать по ним. И, ну, везде практически оборудовано. И крайне редко на одном тротуарчике. Ну, там, где я ходила, крайне редко на одном тротуарчике с людьми. В основном они вот так вот отдельно. И разделены травкой. Интересно, он в аэропорт или нет. Ну, по идее, в аэропорт дальше. Там такая большая, как аллея. Ну, хотя, может быть, и тут можно пройти. А, это он, наверное, на парковку. Как раз перед аэропортом, а потом уже сюда пешком. Ну, тут уже больше машин, конечно, едет. Или это просто уже время такое. У нас они уже, по-моему, включают поворотники, как мне кажется. Или это мне просто так кажется. А, ну, тут домойка, всякое такое. Это, короче, сервис еще для машин. Вон там жилые дома. Маленькие такие. Ну, сенсивильненькие, очень красивые такие. Я уже устала. Насколько я прошла, наверное, полпути, да? Печально, печально. Ну, если бы сумки не было, то я бы не устала. Переходим мы сюда. А тут дорожка. Вот она идет, да? Велосипедная. И вот она вот тут вот, вот так вот. Туда идет. А людям, значит, надо... Ну, сейчас на велосипедах ты едешь меньше, а людям ты вот этот вот круг обходишь. Лучше бы, наоборот, сделали. Видео какой-то или это уже Хилтон? Потому что вот как раз, что чуть левее брать и потом направо, это как раз вот... Ох! Аэропорт Шопен. Латвийска Шопена. Да? Шопен, Шопен. Не знаю, как они... Латвийска слышала, как говорили? Вот как правильно. А Шопена на польском прочитать, я не знаю. Вот так вот тут. Вот какой-то еще отель аэропорта, да? Сангейт. Такой. Не, ну тут уже движуха-то-тапа шла. И такой большой выход. Ну, ты не с Сашей переживаешь, чтобы не оказалось, что... Лоукосты летают где-то там. Ну, этого надо было, наверное, вот... Видите, нужно, наверное, гуглить. Ну, вон люди идут с аэропорта. Ой, с аэропорта. С... На стене, судя по всему. Куда-то с чемоданами. Тут уже понятно, что есть в аэропорте. Вопрос в том, вот этот терминал А подписанный. Он для всех подходит? Или нам надо будет снова искать терминал Ф? Вот это вот мне не совсем понятно. Люди, судя по всему, ждут в аэропорт. Я не понимаю, что пешком нельзя пойти. Ну, наверное, они не понимают. О, глянь, не прокат этих. Ну, я сейчас не буду разбираться, но тоже очень прикольно. Я бы на них села и поехала. Но я боюсь, что там их нигде поставить. И это надо сейчас искать интернет, чтобы почитать про них. Розочки такие красивые. Вот, и люди все ждут. Может быть, там дальше нельзя проехать? Ладно, мы пойдем проверим. Человек 10 стоит на остановке с чемоданами. Ждут какой-то транспорт. Не знаю, посмотрим, как нас обводит транспорт или нет. Ну, кстати, по стене Цухинтон. В моем представлении такую большую и стеклянную я не видела. Я ориентируюсь к тому, кто живет Хилтон в Киеве. И здесь я такой пока не наблюдала. Хотя, вроде бы, как я должна была поворачивать возле нее. Но тут все было такое однотонное. Ну, возможно, она в другом здании. Ну, в таком здании здесь находится, не в каком-то Киеве. Ой, много машин. Велосипедисты, но в аэропорт или нет. А может, работники какие-то. Деревья. Варшавский порт. Нет, войсковый. Сюда точно сюда я точно не буду ломиться. Точно заберут в полицию. Да, войсковый порт. Вообще, не ем на аэропорте. А там он поливает, судя по всему. Видите, за забором такая дуночка. Сюда по всему там или траву, или огороды какие-то поливают. Так, здесь ограничение уже 50. Транспорт-то я пока не наблюдаю, которого ждали люди с чемоданами на остановке. Идем дальше. Так, что-то про такси позапостоянно. Сейчас, короче, запрещено, да, или что-то такси. Стоянка, типа... А, позапостоянно. Наверное, типа... А вот это транспорт. Наверное, люди на нем поехали. В 188 будет. А вот еще. В 132, наверное. В 132. Интересно, я сейчас увижу, где они высаживаются или я пока дойду, другой подъедет. Я не знаю, сколько здесь транспорт стоит. И как-то, когда я не понимаю в цифрах, я точно знаю, что там карточка, и не надо будет расплачивать. Да, кстати, в отеле, представляете, сказали... Короче, у них нельзя расплатиться картой. И я не представляю, если бы у меня не было с собой 50 злотых. Как бы я расплачивалась. Короче, где бы я искала этот банкомат еще идти. Ну, короче... В следующий раз, если я тут окажусь, то я пойду проверять другой фостел. Там где-то рядом еще тоже затужится наезд. Поэтому... Я бы рекомендовала проверить еще другой. Да, еще девочки такие попались. Короче, я же когда заселилась, то никого не было. Ну, все повыходили, я бы где-то гуляли. В общем, они пришли с прогулки, врубили свет. Свет только один общий и очень яркий. И они там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу в полный голос разговаривали. Ну, честно, я не могла заснуть. И я думала... Я, блин, девочке встану... Из-за их бу-бу не могла заснуть. И думала, ну, блин, девочки, я встану в три утра и тоже врублю свет. Еще и по скайпу с кем-нибудь пообщаюсь или по вайберу. Конечно, вы видели, какая я проснулась в три утра. Поэтому я не стала включать свет. Чтоб девочкам потом постоянно кошмары не снились. О, тут какие-то... А, паркуй концентровый. А, гляньте, как классно они так это... Концертово, да? В аэропорте Шопена, да, паркуйся по концертному. Вот. И там показывают, как, типа, красиво, чтоб это было. Чтоб, короче, была мелодия какая-нибудь Шопена. Очень прикольно. Интересно, там играет... Вот, знаете, может быть, там без тагула играет Шопен. Музычка. Была бы очень прикольно. Я думаю, что она играет, но не всегда. Так, кис энд флай. Прикольное название. Поцелуй и улетай. Такие маленькие здания. Не особо примечательные. А вот тут вот такое прикольное здание. Ну, тут уже очень много хостелов. Это нужно по карте смотреть, рассматривать, что здесь есть. Такого, чтобы... Ну, там, видите, дымка такая. Судя по всему, поливают. Либо такой туман. Ну, тумана в других местах я тут не наблюдаю такого. Поэтому я думаю, что это поливают. А, вы поняли, кис энд флай, что обозначает? 7 минут бесплатно. Парковка. То есть, что ты заехал туда, поцеловал, отправил всех и быстро уехал. Если ты больше 7 минут, не только поцеловал, а еще нам что-то делаешь, что тебе придется платить. Ну, вот. А мы уже, судя по всему, приближаемся. Вот тут терминал А парковочку показывает. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Не, ну кису флай мне понравилась такая прикольная штучка. Идейка. Так. Что-то с полицией. Верните взятую в аренду машину. И указатель, где возвращать. Так. А тут вот это прямо ВИП, прямо терминал А. Ну, лоукосты явно не на ВИП. И тут оно вот разъединяется. Пешочком у меня оно не сильно разъединяется. О, а вон какое-то здание черненькое. Мне почему-то кажется, что это будет терминал. Идем смотреть. Сейчас уже остались последние шаги поворота, чтобы убедиться, что мы пришли туда или не туда и узнавать, куда все-таки нам надо. Да, ну вот это вот полоса для движения общая. Это полоса ВИП. Я поняла, это не для самолетов там или этих. Это просто полоса для ВИП-машин. И пока что ВИП-машины мимо нас не проехали. Обычные машинки едут. Так, что-то про видеокамеры. Что тут можно снимать или нельзя? Ага. Террен монитор. Это, я так понимаю, скорее всего, внимание, а забор под видеонаблюдением. Так. А вот настолько вот есть понимание, я вообще язык не учила, но вот это вот как-то вот догадываешься по логике. Чем мне очень нравится Польша, тем, что вот можно иногда догадаться по логике, но иногда ты догадываешься совершенно не то, что есть на самом деле. Так. Отлеты, прилеты, отлеты нам прямо. Kiss and fly у отлетов. Угу. А прилеты встречать чуть-чуть левее. Ну, это, я так понимаю, все для машин, для паркингов. А терминал, наверное, он более-менее один. Но все-таки то, судя по всему, ааа, вот то вот черное здание, что я предполагала, что терминал, конечно, размечталась, это отель Marriott. Ну, либо на нем реклама Marriott. Ну, вот да, вот у меня приблизительно, что вот в таком виде и должен был быть выглядеть Хилтон. А вот здание рядом поменьше появляется, вот это, наверное, все-таки терминал. Неужели я пришла? Боже, я надеюсь, что я там, где надо. Сейчас будем искать стоечку информации и тогда будем понимать, как мы успели вовремя или приключения продолжаются. и квест успей на самолет еще дает шанс успеть. Либо мы его уже выполнили и будем дальше идти в порядке очереди, в порядке регистрации. Уже, по идее, должна быть открыта регистрация, поэтому это все должно будет быть видно. Да, я думаю, что вот тут здание, это терминальчик. Ну, сейчас солнышко светит и вообще невозможно прочитать. Ну, что-то я Варшава разобрала. Я уже очки одела. Варшава разобрала, самолет, ой, самолет, господи, автобус свернул. Так, прилеты-отлеты. Я тут нигде не пройду. Да, Шапин, Варшава, Шапин, Варшава. Наверное, латвийская шапина в Варшаве написана, по-моему. Так, ну, а вот это вот, то, что я тут пешком, может, по этому люди еют, потому что тут пешком. А где мне перейти отсюда? Вообще непонятно. Как мне дойти и как мне здесь перейти? Ну, радует то, что здесь отлеты куда-то туда показывают. Ну, возможно, по кругу я так и обойду, дойду. Да, я поняла, почему люди не ждут, потому что автобусы, он едут туда, и люди прям подъезжают. Поэтому пешочком, видите, вы... Сейчас еще неизвестно, куда я приду. Я, походу, иду в ВИП. Сейчас через ВИП парковку, что ли. Надо было раньше переходить дорогу. Прямо это уже только ВИП пошли. Короче, сейчас пойду узнавать, но камеру, наверное, лучше выключить, чтобы я никого из ВИПов не сняла. Короче, никого, кроме меня, из пешеходов тут не наблюдается, но я нашла тут пешеходный переход, хоть наконец-то нарисопотный. Сейчас попробую пройти по нему. Машинки где-то едут, на машинке вверху. Ага, это уже на обычный паркинг. Все. А зачем так разделять, а так пугать, если это машинки вот на обычный паркинг едут? Здесь все, обычная парковка тут. Парковка, терминал А, короче, я думаю, можно сказать или на терминал А и Б, в эту сторону. Короче, идем. Вон пешеходный переход, вопрос это... А, вон куда-то туда можно попытаться зайти. Все. Ура. И вот тут есть пешеходный переход, сейчас мы пойдем искать там информацию, сейчас пойдем. Ага, премиум паркинг, паркинг добовой. Так, премиум и ВИП, это одно и то же или нет? Тут у меня пешеходный переход, я вижу терминал А, отлеты-прилеты. О, я, похоже, отлично пришла. Спасибо всем за компанию. В следующем видео мы уже будем искать в аэропорте информацию, как нам, откуда улететь. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok,